Как заправка ВОК выплатила мне компенсацию за то, что в бензиновую машину мою залили дизель. Короче, было это где-то полгода назад. Я заехал на заправку. Ничего не предвещало беды. Пошел на кассу, говорю, оплатите бензин, мне пятый, как обычно. Ну и в итоге они мне заливают дизель. Ну я-то об этом не знаю. Я доехал домой, на утро машина не заводится. Не заводится, а начинается. Эвакуаторы, СТО, в чем проблема. Потом ребята разобрали машинку, говорят, у тебя там залита солярка. Говорю, как? Ну короче, я начал разбираться, отремонтировали. Стал мне ремонт машины 14 тысяч гривен. Ну короче, я поехал на ВОК и начал разбираться. По камерам они мне говорили, что это я типа сказал. В итоге подняли камеры, видео, я сказал бензин, бензин. Но у них на стеле тогда бензина не было. В тот момент бензина в наличии не было, был только дизель. Но они мне и фуганули дизеля мне. Короче, в итоге. Они говорят, мы готовы оплатить ремонт, предоставьте нам чеки, квитанции. Но я понятное дело, понятное дело, поехал к своим друзьям, у них официальное СТО. И они мне нафуговали там на 40 тысяч ремонта. Хотел схитрить по-честному. Думал, вдруг пролезет. Компания-то большая, бабоса у них много. Но у них, короче, привез я им смету, какие ремонты были, производились. В итоге они передали службе безопасности там свои. Служба безопасности начала звонить по станциям, по официалам. Сколько этот ремонт стоит, сколько эти форсунки. Что, короче, что, почем запчасти, почем работа. Начали пробивать. В итоге они мне говорят, мы готовы вам оплатить 15 тысяч. Ну, короче, мне как раз надо было ехать, уезжать в Европу по работе. Я говорю, давайте. Они написали, короче, они мне дали документ о том, чтобы у меня претензий к ним больше не было. Все, они мне выплатили наличкой 15-й гривен. Я подписал, довольный, получил именно свое, блядь. Так что вот такая вот у меня произошла история, ребятки. Поэтому с такой компанией, как ВОГ, можно оттягаться. Они реально платят бабки. Поэтому если есть их не вина. Как бы вот так вот.